привет ты на канале айти юзер help в этом видео я хочу рассказать как в операционной системе windows посмотреть и узнать какие частоты поддерживаются вайфай модулем на твоем компьютере то есть независимо от того будь то встроенные вайфай в материнскую плату на ноутбуке нетбуке либо это отдельный вайфай адаптер на твоем компьютере в системном блоке либо еще какой-нибудь адаптер который ты используешь возможно ты просто смартфон на андроиде используешь как вайфай адаптер либо еще какие-то варианты тебя в любом случае иногда требуется узнать поддерживается ли определенная частота основных частот у нас вайфай 2 2 4 5 гигагерц и иногда для лучшего сигнала полезно переключить наш вайфай адаптер в примеру 5 герц либо наоборот с 5 переключить на 2 и 4 чтобы было меньше помех обычно переключают на 5 герц так как в этом диапазоне меньше устройств но не всегда в общем если у нас стоит задача узнать какие частоты поддерживаются то это видео для вас сейчас мы это рассмотрим и не теряя времени давай приступим для этого нам потребуется запустить командную строку сделать это очень легко в поиске вводим английскими символами cmd и запускаем эту командную строку можем просто левая кнопка мыши запустить под обычным пользователем можем от администратора давай попробуем запустить просто от имени пользователя и далее нам нужно ввести команду английскими символами маленькими вводи символ в символ как увожу я нет с нет с аж пробел wl и н а белл с и и и и с драйверс нет х ван шоу драйверс и нажимаем enter и у нас появится вот такое окно чтобы тебе команду было удобнее вводить я прикреплю в описании полностью эту команду просто копируй и вставляю ее в командную строку вот так скопировал и когда у тебя будет просто нажимай к трл и трл и английскую ви вот такую ви нажимай к трл плюс ви чтобы вставить и нажимай enter у тебя откроется вот такое окно так давай чтобы лишнего мусора не было еще раз и у тебя откроется такое окно с и параметрами твоего вай фай адаптера в компьютере здесь ты увидишь тип в моем случае usb адаптер то есть висток стоит у тебя может быть как что-то по-другому но нас интересует в принципе вот эта строчка поддерживаемые типы радиомодулей и видишь здесь бин джи и н пер расшифровка что значит это и хорошие то новости либо не очень в моем случае сразу скажу что это не очень хорошие новости так как 5g не поддерживается твоем случае может быть по-другому что-то и так у этой таблицы которую я оставлю в описании ты сможешь понять поддерживаться либо нет если у тебя в этой строчке вот так написано то у тебя поддерживается только 24 гигагерца частота если у тебя вот так она может быть в перемешку то есть к примеру вот это может быть вот здесь то есть каждая вот этот цифра это каждая частота они могут быть в перемешку но если ты видишь что у тебя только биджи н биджи н то это 2 гигагерц если тебя только джи н тоже 2 гигагерц если у тебя еще есть эй эй g и н то значит у тебя поддерживает 2 и 4 и 5 гигагерц то есть если у тебя вот вот такие частоты есть по поддержкой есть и 2 и 4 и 5 гигагерц в моем случае у меня бей джи и н бей джи н это только 2 и 4 гигагерца после того как ты узнал какие частоты у тебя есть есть случае если у тебя поддержка если 2 и 4 и 5 ты можешь переключаться с одной частоты на другую возможно на одной частоте какой-то из этих будет лучше сигнал более стабильный а возможно и на то и на то у тебя будет одинаково хороший сигнал а как переключить сигнал вай фая чтобы чтобы адаптер работал на на одной частоте постоянно либо на это либо на этой в зависимости от того что ты выберешь смотри мое видео я провожу в описании ссылку на видео там из него ты узнаешь как переключаться между частотами на этом у меня все если видео было полезным обязательно ставь лайк подписывайся на канал оставляя любой комментарий на этом все всем пока эту командную строку можешь просто закрыть ничего не делая на этом все всем пока